Добрый день, уважаемые коллеги, участники. Рады снова встретиться с вами на сегодняшнем вебинаре на тему «Фостерная семья как альтернатива детским домам». Позвольте представиться, меня зовут Аскарова, я задаю научный сотрудник научно-методического отдела Национального института гармоничного развития человека. Просьба слушателям соблюдать наши правила, отключите все звуки, но не выключайте видео, пройти надо обязательно регистрацию и ответить на вопросы по ссылке. В настоящее время достаточно остро стоит вопрос о проблемах детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эта ситуация объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина. Это инвалидность, неспособность к самообслуживанию, болезнью, сиротство, безнадзорность, малобеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное, которое он не может преодолеть самостоятельно. Фостерные семьи – это профессиональные семьи, которые временно берут на воспитание и реабилитацию приемных детей до момента, пока им не найдут в постоянных приемных родителей или не вернут кровным. Этот институт – одна из главных альтернатив сиротским учреждениям. Какова цель проекта «Фостерные профессиональные семьи»? Это профилактика социального сиротства, снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Основные задачи фостерных семей – помочь ребенку не попасть в сиротское учреждение, обеспечить ему воспитание, содержание, реабилитацию в семейных условиях, осуществление сопровождения, то есть целенаправления, в трудной жизненной ситуации и экстренная помощь, усиление работы по правовой грамотности фостерных семей, а также пропаганда здорового образа жизни. Ожидаемые результаты – это уменьшение количества детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на различных видах учета, уменьшение количества замещающих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, испытывающих кризисы детско-родительских отношений, увеличение количества детей, занятых во внеурочной деятельности, в том числе во время каникул. Это трудоустройство, кружки, секции, факультативы и своевременное межведомственное взаимодействие с различными службами по оказанию помощи детям. Детей в семье в ситуациях, когда они временно или постоянно остаются без кровных родителей. Это может быть кризис или сложная ситуация в семье. Например, когда у родителей отсутствуют базовые социальные навыки, либо родитель одиночка, тяжело заболел или долго лежит в больнице, а кровные родственники в это время не могут заботиться о ребенке. В этих обстоятельствах фостерные семьи должны не только обеспечить детям нормальные условия жизни, но и заложить психологическую основу, чтобы ребенок мог переехать в постоянную приемную семью или вернуться к кровным родителям. Суть профессиональных семей в том, что для них воспитание ребенка это основная форма занятости. Для этого разрабатываются индивидуальные планы по каждому ребенку. У таких родителей очень высокий уровень подготовки. Они могут воспитывать детей со сложными случаями. Дети, находящиеся без попечения родителям, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом или психическом развитии, дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, дети-жертвы насилия, дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях, проживающие в малоимущих семьях с отклонениями поведения, дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств, которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. Ребенок требует очень внимательного и персонализированного профессионального отношения взрослого, который с ним находится. В детском доме это сделать невозможно. Далеко не везде есть психолог. Нет возможности создать для ребенка индивидуальные бережные условия, в которых он нуждается. А фостерные родители должны пройти школу приемного родителя, иметь опыт воспитания приемного ребенка, быть открытым к сотрудничеству со специалистами и постоянному обучению. Также человек должен обладать определенными индивидуальными качествами. Ведь фостерные семьи берут ребенка на время. Его надо будет отдать. То есть родители, желающие взять такого ребенка, должны понимать, опека может оказаться временной и ребенка вправе забрать родная семья. Это очень серьезная подготовка до приема ребенка в семью. Работа вовремя, сопровождение. Все это ответственная работа. Фостерные семьи должны иметь особую подготовку. Кроме обязательного прохождения школы приемных родителей, они должны регулярно повышать свои компетенции, ходить на практикумы, семинары, тренинги, поддерживать общение с сообществом родителей и специалистов, проходить супервизии. Фостерные семьи не стоит путать с приемными. Это форма патронажного воспитания, когда несовершеннолетние, нуждающиеся в опеке, передаются для воспитания в семью на платной основе. Содержание детей оплачивает государство. Подобные семьи создают во многих странах мира в качестве альтернативы детским домам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Работу для решения проблемы социального сиротства и уменьшения количества детей, ежегодно попадающих в детские дома, ведет общественный фонд «Она и ее» совместно с уполномоченным по правам ребенка. Результатом работы «Дом матери» «Она и ее» стало сокращение количества детей в детских домах в два раза с 10 тысяч в 2013 году до 5 тысяч в 2022 году. Этого удалось добиться через превентивную работу, предотвращение отказа матери от малыша и передача его в детский дом, чтобы сохранить ребенка в кровной семье. Постерная семья – это профессиональная семья, профессиональная деятельность, она оплачивается, как и любая другая работа. Реабилитация травмированного ребенка – это, как и любая другая работа, которая требует постоянного серьезного участия. Это очень непростая, ресурсоемкая работа, требующая не только высокой квалификации, но и серьезной эмоциональной и психологической вовлеченности и устойчивости. Ведь нужно постоянно проходить по тонкой грани между осознанием, что ребенок у вас временно, и подержанием теплой, исполненной заботы атмосферы. Это, можно сказать, ювелирная работа. Семья – это микромодель общества, является важнейшим звеном многогранного процесса формирования личности ребенка. Именно семья должна способствовать включению человека в сложный, противоречивый окружающий мир. Сегодня перед ней стоит острая проблема ее дезорганизации, которая связана с нарушением не только взаимодействия в семье по разным причинам, но и системы родителей-ребенок, взаимным отчуждением детей и родителей. Салима Адмаратовна, вы будете говорить вам слово? Салима Адмаратовна? О профессиональной фостерной семье как приемлемое и допустимое решение проблемы социального сиротства сегодня расскажет нам общественный деятель, блогер, руководитель Центра социальных и инклюзивных программ города Алматы Салтанак Мурзолинова Яковлева. Добрый день. Добрый день. Очень приятно. Да, вы и так теоретическую основу все уже рассказали. Значит, к тому, сейчас я так пытаюсь ориентироваться, к тому, ко всему тому, что вы рассказали, я хочу добавить, что в нашей семье 10 детей, из которых 7 детей являются как раз приемными. И тут такой момент, что, значит, постерные семьи пока в Казахстане отсутствуют, сейчас ведется работа. насколько мы знаем, над законопроектом о приемных семьях. Поэтому я скорее буду рассказывать о том, как это работает, ну, в принципе, как модель должна это работать. И на практике, объективно говоря, это уже присутствует, просто пока это никак не легитимизировано. Такое слово. Вообще я по первому образованию юрист, и поэтому какие-то моменты, связанные с нормативно-правовой базой, конечно, так или иначе, мне легче понимать, потому что многие приемные родители, они попадают в статус. Ну, значит, смотреть. Первый момент профессиональной приемной семьи, вот сейчас предыдущий лектор рассказывал, да, это то, что деятельность профессиональных родителей, это их профессиональная деятельность, это 24 на 7 они находятся со своими детьми, они повышают квалификацию, все это понятно. Тут момент, как бы, очень тонкий в другом. Если мы с вами бы разговаривали с приемными детьми, если можно, зайдите в чат и поставьте плюсик, если в вашей жизни был опыт коммуникации с приемным ребенком, или вы как педагог с ним работали, или в вашей семье есть, или у родных, просто чтобы мне в целом понимать, а насколько вы вообще соприкасаетесь, потому что так-то в чате я вижу, что вы отписываетесь, кто зашел, но камеры-то выключены у большинства, вот. Поставьте, пожалуйста, плюсик, а потом будем говорить, спасибо большое, да, именно спасибо. Значит, и когда ребенок попадает в семью, то он не разбирается, в какую форму попадает. Приемная это семья, патронат, биологическая. Для ребенка имеет значение, что он попадает в такую систему, в которой ему теоретически должно быть безопасно. И вот это состояние, безопасное состояние. С чем мы столкнулись, когда к нам в семью пришли, у меня мальчики приемные, семь мальчиков, поэтому я смеюсь, говорю, я про приемные девочки ничего не знаю, про мальчиков могу рассказать. То есть приходит ребенок, у всех моих приемных детей, мы брали их не с владельца, следовательно, был некий социальный опыт, связанный с биологической семьей, причем не у всех этот опыт был негативный. И далее был опыт учреждения. Так вот, опыт учреждения напрочь стирает все социальные навыки, все бытовые навыки, которые ему нужны в обычной семье. С чем чаще всего сталкиваются приемные родители? Я сейчас буду вам рассказывать на контрасте между приемной семьей, как с семьей и профессиональной семьей. Мы в нашей семье имели опыт приемной семьи, то есть я мама, и с одним из детей так получилось, что мы забрали его из детского дома уже во взрослом возрасте, забрали с пониманием того, что он сам пришел, ему 17 лет, 16 на этот момент был, он сказал, слушайте, я хочу понять, а как это бывает, семья? Я ведь когда-нибудь женюсь, он побыл какое-то время в нашей семье, потом познакомился с моими друзьями, это тоже другая приемная семья, и принял для себя решение, что вот там семья, то есть он ко мне относится, ну, как бы по дружески, мы общаемся, до сих пор навы, и вот мы и стали той самой приемной, профессиональной семьей, которая какое-то время его доцелила. И вот там была куча как раз таких моментов, о которых я вам не говорю, которые сейчас никак законам не утверждены, в чем основная проблема. И почему нужны эти профессиональные семьи? Приходит ребенок, ему нужна семья, бытовые навыки, стерк, и приемные родители чаще всего думают, и чаще всего и школа думает, и все вообще взрослые люди, которые не были в детском доме, слава богу, думают о том, что приемный ребенок должен быть благодарен взрослым людям, которые его спасли. До вот этих людей, которые его спасли, были другие люди, которые его забрали из семьи, которые его обижали в учреждении. И самое страшное, что происходит, когда ребенок находится в учреждении, он ни за что не несет ответственность. То есть вот это убери свою постель, пойди умойся, давай садимся кушать, посуду мы не моем и так далее. Ты не контролируешь, ничего от него не зависит. К нам как-то приехали в гости друзья, еще другая приемная семья, друзья моих детей. Они ночевали, тоже мальчишка утром встает, значит, друг, и мы наблюдаем такую картину, он стоит посреди дома нашего и замер. Я говорю, Саша, чего случилось-то? Он говорит, а я не знаю, что делать у меня дома, мама приемная. Она говорит мне, что делать дальше. Вот я проснулся, иди почисти все. То есть нужна какая-то инструкция. Тогда это было, по-моему, третий год его пребывания в семье. И чем старше ребенок, чем больше он времени там проводит, тем для него это сложнее. Начать что-то контролировать. Начать принимать ответственность за свои действия. И это зависит не только от характера. Это зависит от того, что было с ним раньше. Есть совершенно другая, противоположная история в моей же семье. У меня один из приемных детей. Он попал в детский дом в 4 года. Сейчас ему 16. И в 11 он пришел ко мне. То есть практически 5 лет он уже со мной. И он подвергался физическому насилию. Папа, он уже погиб. Папа был наркоманом. И в периоды, когда папа не принимал, он был самым любящим отцом. И мой сын говорит, я помню, как папа меня любил, а на следующий день он меня избивал, оставлял там и так далее. А потом опять любил. То есть в голове ребенка ад. Ну, потому что, да, что происходило. Он не понимает, что происходило. И эта травма длится с нами 5 лет. На данный момент ребенок у нас проходит сильнейшую реабилитацию, потому что это все потом очень сильно сказывается на принятии решений. То есть этот мой ребенок, он всегда принимает решения самостоятельно. Все его решения, ну, не все, 90% его решений, они реактивные, они там набрать долгов, там и так далее, что-то еще. И при этом он прекрасно разговаривает, прекрасно может аргументировать. У него красный мозг, то есть он память, мышление, речь там и так далее. Одну минуту, сейчас я закрою окно. Прошу прощения. И получается, что в нашей приемной семье одновременно находятся совершенно разным бэкграундом и разными ситуациями и разными целями, заданиями, с которыми они пришли в семье. И по большому счету мы являемся той самой профессиональной семьей, потому что так или иначе, например, в Великобритании дети, чаще всего помещение детей в приемную семью, в профессиональную семью, в хостовую семью, заканчивается возвращением детей в биологическую. То есть они делают максимальное количество усилий, прилагаемые для того, чтобы у детей все-таки связь с биологическими родителями случилась. Есть такой частичный опыт и в нашей семье, потому что у первых детей, которых изобрала, это три брата, у них жива мама биологическая. И я неоднократно ей предлагала, давайте я могу вам восстановить документы. Ну, поскольку мама с таким синдромом выученной беспомощности, она прекрасно с ними общается, ну и чем старше становится, дети все равно они как-то от нее отдаляются, потихонечку ездят на каникулы, на выходные, мы общаемся и так далее. Но я ощущаю себя в отношении старшего, который помнит, как их изымали с семьей, и который очень любит свою биологическую мать. Все-таки такой, мамой номер два, если и средний, и младший, они приняли эту историю, они стали моими-моими, то в отношении старшего мы такие, ну как бы это временная история. Вот он мне сегодня вот сказал, что, а как она меня заберет, у нее же документов нет по своей биологической маме. То есть он внутри оставляет свою историю. И вот, вот это как бы такая смежность, да, тем, что мы называем в нашей нормативно-правовой базе сейчас, утра на приемные семьи, мы называем это все семьей, и ребенок действительно любой приемный ребенок воспринимает это как семью. Однако, например, с точки зрения опеки, мы приемная семья, получающая пособие, получающая заработную плату, мы все-таки выполняем договор по какие-то обязательства, да, по воспитанию. И вот здесь очень хорошо, что профессиональная приемная семья, она будет очень четко озвучена, очерчена ее границей, и правила, по которым дети развиваются в этой приемной семье, и то, что это временное нахождение. И об этом, честно, могут поговорить профессиональные приемные родители с ребенком, что, слушай, мы семья, да, и сейчас мы для тебя здесь являемся в безопасное место, которые такой передышкой, да, площадкой, миром, где ты можешь немножечко восстановиться. На самом деле, для любого приемного ребенка, как я уже говорила, важно возродить вот это ощущение контроля, что я что-то контролирую. Знаете ли вы, почему дети начинают резать? Ну, вот порезать же, знаете, сейчас, конечно, педагоги встречались, да, резать. Потому что во внешней жизни столько неконтролируемых ситуаций, боли, и, ну, как мы в школе, вот, значит, ты приходишь в школу, вот звонок, ты не выбираешь, в каком классе ты будешь, наконец-то, ты не выбираешь одноклассников, чаще всего ты не выбираешь, с кем сидеть за одной партой, ты не выбираешь выполнять или не выполнять задания, то есть очень много того, что мы где мы даем детям, где мы не даем детям, вернее, выбора, да, вот, и когда я режусь, я контролирую, я глубоко порезала или нет, мне сильно больно или нет, вот так изменяю вот этот вот момент, почему дети начинают самоповреждаться. И вот с приемными детьми вот этот момент, когда я ничего не контролирую, я ничего не знаю, со мной не разговаривают, как и с взрослым человеком, вообще я некий предмет, который переходит из биологической семьи, значит, в это учреждение, из учреждения дальше и так далее, а постепенно ребята теряют способность проявлять свои воли и изъявления. И именно поэтому фостерные семьи, профессиональные приемные семьи являются тем самым уникальным механизмом, который поможет детям возвращать это умение проявлять свои воли и изъявления, потому что в семье это все-таки это про семью, это мы встаем утром, это не как в учреждении с тройными рядами мы пошли, значит, умываться, да, есть какие-то правила. В семье это все более камерно, меньше детей, есть более тесные взаимодействия и меньше формализма, который возникает. То есть учреждение, конечно, ни при чем. Если мы посмотрим, у нас есть в Долматы, в Талгаре, детский дом семейного типа, Ковчег. И там называют, то есть Марина Анатольевна, это мама, и даже при том, что ни один ребенок не хочет уходить из Ковчега, ну, они правда, мы с ними дружим, мы общаемся, они правда не хотят. То есть есть за редкими исключениями, когда дети говорят, я хочу попробовать, а как это в семье. Даже в этом случае Марина Анатольевна всегда говорит, нет, вот когда, если бы у детей была возможность выйти в большой семье, когда каждому больше внимания, когда все-таки ощущение, что это не учреждение, это семья, когда где-то можно сделать поблажку, а где-то наоборот, он говорит, ребят, ну, я не могу без вас там, я не знаю, огород скопать, там и так далее, это про другое, это про другой тип отношений, это не про лучших, вот это важное, я часто встречаю в публикациях, что зачем сказали закрыть все детские дома, давайте, значит, с точки зрения размещения огромного количества детей, которые остаются без надзора, конечно, так сказать, с точки зрения сухих цифр, учреждения нужны, но с точки зрения работы с травмой, которая у детей появляется, все-таки большое количество учреждений, оно нам дает, общество дает, большое количество взрослых людей с синдромом выученной беспомощности, когда я жду инструкций, когда я ничего не решаю и не хочу решать и не буду решать, и это настолько глубокая травма, которую в учреждении точно не исправить. Второй момент, о котором мы говорим, да, вот эта некая временность содержания, она позволяет все-таки профессиональным родителям как ни странно создать ту самую не слишком близкую связь с ребенком, потому что вот такой парадокс, что приемные дети, они правда боятся близких отношений, потому что уже предавали. И они боятся снова в это погрузиться, и психологи, которые работают, глубоко работают с приемными детьми, они как раз таки говорят, что вот этот формализм, это холодность, это отчуждение, это как раз про страх. И что он умеет, но когда ребенок начинает чувствовать себя в безопасности, и даже при условии, что он понимает, что он временно в приемной семье, можно проговорить о том, что слушай, мы тебе поможем интегрироваться, попасть в другую семью, в которой ты уже будешь, да, постоянно, но у тебя есть мы как некий островок, мы тебе поможем. И это все про ощущение безопасности. И это позволяет, если у человека чисто физиологически все кровообращение, все внимание, вообще все мысли только о том, что я не в безопасности, это когда работает амигдала, ну то есть одна из чайдонового мозга, когда мне страшно, ни о чем другом никакой человек не будет думать. Ну вспомните свои ситуации, когда у вас какая-то стрессовая история, какие там, боже мой, показатели, какие там, да, другое, мы думаем только о решении этой критической ситуации. Я спрашиваю своего сына, говорю, ну слушай, ты учился, говорят, ты первые 4 года, учился первые 4 класса, ты учился классно, там, а потом, значит, а что, ну как там, почему с учебой? Он говорит, ну, мам, я находился в детдоме, нас забрали с улиц, приехала машина, сказал, поедемте покатаемся, мы оказались в детском доме. Вот, я все время думала о том, как вернуться из детского дома к маме, какая математика, о чем? А мы требуем от них поведения нейротипичных детей, да, как бы, а что ты учишься дворникам? Да бог с ним! Ну, то есть, как бы, они согласны, потому что, на самом деле, нет социального опыта, и все, и все блокируется, потому что я просто хочу быть в безопасности, просто отстаньте от них. И этот физиологический механизм невозможно изменить с помощью учреждений. Недавно у меня в Алматы здесь был один такой резкий разговор с одним центром поддержки детей, в котором всех тут переформировали. и когда мне сотрудница говорит, а вы знаете, детям у нас нравится. Ребенку не может нравиться в учреждении больше, чем в семье. Не может. Мы не говорим о том, что биологическая семья, какая-то, у него может быть образ семья, придуманная какая-то семья, какая-то красавица мама, сильный папа и так далее. Но так природой заложено, что все равно он будет хотеть. Другой момент, конечно, что есть состояние у приемных детей, когда я больше не... Ну, я вот закончу учреждение, и я не буду больше рисковать, я не буду пытаться кого-то заново полюбить, потому что не надо. И когда мы получаем эмоционально выгоревших, таких ранних старичков детей, и мы тоже в нашей практике доведем. Третий момент, почему профессиональные государственные семьи нужны, я сегодня больше рассказываю на своих кейсах, потому что я еще член комиссии по делам несовершеннолетних города Алматы, вот у нас буквально завтра идет очередное сочетание. Вот у нас такая история. Семья, мама употребляет, папа употребляет, была нормальная семья, но постепенно они спились, значит, вот старшая дочка совершеннолетняя уехала в другой город, есть младшая девочка 12 лет. Ну, какое-то время у них мама с дочкой были прекрасные отношения, по мере деградации мамы отношения портятся, портятся, и приезжают, значит, какие-то там знакомые мамы, видят ужас, который творится, вызывают опеку, и девочку 12 лет впервые изымают в семье. Куда ее помещают? Мы все знаем, в каждой адаптации несовершеннолетних. Да, я не знаю, у вас там, у нас его тоже в ЦПД переформировали, названия поменялись, суть осталась та же. То есть, впервые изъятый ребенок попадает в учреждение, в котором находятся также правонарушители, дети с кучей, значит, побегов из дома. Мы бы понимаем, да, что происходит. Если бы была профессиональная приемная семья, то этого ребенка можно было бы поместить временно в эту профессиональную приемную семью, и можно было бы избежать, то есть, с ним можно было бы работать, потому что, когда мы обращаемся в этот Центр поддержки детей, мы говорим о том, что это впервые изъятая девочка, это девочка, ей нужна психологическая помощь, говорит, у нас правила только по субботам, заведание, я говорю, вы тюрьма, и мы не можем спорить с нормативкой этого учреждения, да, но тем не менее, мы понимаем, что механизм профессиональной семьи помог бы избежать того огромного количества травм, потому что у ребенка почва с под ног выбита окончательно. Ну, то есть, пока там эти, значит, комиссии суды и прочее, он все время находится в учреждении. Если, не дай бог, он скажет, что мне здесь не нравится, а он не может контролировать этот процесс, его больше некуда отправлять, ну, нравится, не нравится, как мне часто дети, которые уже всем их приемные, а зачем за что-то бороться, я все равно ничего, ну, ничего не поменяется. Вот, ничего не поменяется у девочки, она не может убирать, она входит в этом учреждении. Поэтому профессиональный, я к тому, что эта травма останется с ней навсегда, чтобы дальше не случилось. Профессиональные приемные семьи могли бы стать инструментом, который бы помог избежать того уровня травматизации. Что о самих приемных семьях. Тут надо, на самом деле, сейчас есть такая законодательная большая проблема, что когда мы становимся приемными родителями, мы все проходим школу приемных родителей. Ну, есть школа получше, есть школа похуже, я проходила потрясающего совершенно специалиста, второй раз, первый раз было так себе, второй раз я повторил очень хорошо, Сергей Комаров, вот, и вот как раз Копчеги, и несмотря на то, что я проходила уже через пять лет, нужно обижать свои квалификации, потому что, ну, мы не боги, какие бы мы крутые ни были, ну, проблем очень много в воспитании, и нужно постоянно себя поддерживать. Но, законодательно, сертификат имеет право сейчас получить абсолютно каждая приемная семья, которая прошла эту школу приемных родителей, без экзаменов. И если во время прохождения школы выясняется вдруг, что какие-то есть проблемы, то все равно школа приемных родителей не имеет права нигде сертификат. Мы же понимаем, какие-то риски. И вот, если бы меня спросили о рекомендации для школы, для профессиональных постсемей, то я бы говорила о том, рекомендовала бы, чтобы был некий все-таки профессиональный экзамен и обязательно прохождение тестирования у психологов. Очень высокий риск выгорания. Очень высокий. На какой-то момент не хочется ничего. То есть, поскольку, как правило, это осуждается обществом, у нас было моим мальчикам от 12 до 17 лет. Кровным детям вот летом будет старшему сыну 17, дочери 15. Короче, у меня там, в общем, 9 подростков и одна дочка, которой 2 года. Ну, то есть, 9 подростков. 9 совершенно взрывных состояний. куберта, девушки, покурить, значит, домой поздно вернуться и так далее. То есть, ну, взрыв мозг. Конечно, мы собираемся говорить, товарищи, ну, я не супермен, не супермен, да, мы надо беречь как-то, договариваемся, у меня прекрасные дети, вот, где-то там случаются сылы и так далее. Просто в какой-то момент, когда есть некие внешние проблемы, которые просто нагружают, там, денег не хватает, значит, устал и так далее. Ну, садишься и понимаешь, что ты ничего не хочешь. Ну, пожалуй, приемные родители никого не могут, потому что, говорят, ну, ты же сам набрал детей? Ну, я вот прям слышала, да, как бы в свой адрес. И поэтому у любой профессиональной семьи должны быть супервизоры, то есть, те специалисты, которые будут поддерживать, которые будут профилактику проводить вот этого профессионального выгорания, потому что быть профессиональным родителем, это правда, ну, целая история по саморазвитию. На данный момент приемные родители не имеют, даже вот если мы говорим, что закон о профессиональных семьях будет обираться на нормативку просто у приемных семей. Мне повезло, я живу в Алматы, у меня куча друзей психологов, я могу кому-то пойти. А когда мне пишут, у нас есть сообщество прямых родителей, и пишут семьи с Петропавловска, с моего родного города. Я говорю, а вам есть куда пойти? Нет. Один прием психолога, мы понимаем, он стоит до 8 тысяч. И вот эта поддержка, которая должна оказываться в том числе родителям, важна. Ее надо организовывать. И тогда и учителям в школах будет легче, и родителям будет, и самое главное будет легче, потому что они, ну как бы, их будут окружать не выгоревшие такие родители в состоянии стресса с волосами, дыбом, а ресурсные родители, ресурсные взрослые. Вот это важно. Но приемные родители тоже не все идеальны, случаются куча историй. Например, мои сыновья, которые первыми впали в мою семью, до меня находились в другой приемной семье, в которой они находились там полгода, за полгода они успели стать живым физического насилия, то есть их эксплуатировали, они строили дом, там, значит, и так далее, и, к сожалению, замяли дело, их съели, и потом они были переведены, это не Алмата, это такой маленький город, они расформировали детский дом, они были переведены, значит, вот в эту приемную семью, которая их эксплуатировала, а потом уже в Алматы, в областной детский дом. Да, были профессиональные, вот именно фостерные семьи, да, фостерные семьи, чтобы была такая система деликатного, но четкого контроля, которая бы позволяла постоянно коммуницировать и позволяла бы вести именно диалог именно фостерному родителям с поддерживающей системой. чего боятся приемные родители? Мы знаем, что сейчас по нашему законодательству у родителей и у опекунов, соответственно, есть, ну, просто масса обязательств, да, и есть наказание для неисполнения родительских обязанностей. Покурил твой ребенок несовершеннолетний на улице, попался он по трулю, все, первый раз попался, второй раз попался, на третий ты там платишь, значит, штраф, да, а у него пубертат, он там, сепарация полным ходом, он тут пытается самоутвердиться, такой весь взрослый, а ты ничего не можешь объяснить никому. И каждый раз, когда в моей жизни такие случаются ситуации, мой приемный ребенок попадал в ЭДМ, нас попытался вынести из магазина, значит, банку Горилла с кем-то поспорил и был схвачен, вот, ну, меня спасает то, что я прихожу и я, честно говорю, слушайте, да, нужна ваша помощь, давайте организуем воспитательную беседу, то есть, все-таки удивляются, о, ничего себе сознательные родители, но это, еще раз, это крупный город, и это может быть в какой-то мере там моя должность, когда это маленький город, и участковый, или кто-то может начать запугивать приемных родителей, приемные родители могут просто отказываться уже, да, и говорить, я не могу, я устал ходить, на родительский комитет, и я устал выслушивать от всех соседей, все, это какой-то несносный совершенно ребенок. Профессиональные родители, они тоже будут такими же родителями, они тоже будут выслушивать, они тоже будут переживать, и здесь, в новом законе, и во всей нормативной правовой базе, очень важно будет закрепить, что они, конечно, несут облез, но чтобы у них не было такого огромного количества наказаний, Айзада, вы меня по времени сориентируйте, хорошо, сколько у меня есть, потому что... Все хорошо, у вас есть время, 5-10 минут, 10 минут. Отлично, вот, прекрасно, а то есть время, знаете, и 2 часа у нас работа, это интересно, кейсов там много, у нас есть одна приемная семья, и такая интересная у них, значит, история, у них ребенок бегунок, мы с мужем волонтеры по поиску припавших детей, есть такая категория детей, которые регулярно уходят в дом, не потому, что дома плохо, не потому, что черт не хватает, а вот есть такое состояние, такое состояние, когда ребенку нужно, значит, уйти, там, на пространстве чего-то там, значит, он может спать на скамейке и так далее, при том, с радостью возвращается домой, но пропадает на 2-3 лет, и родители и к психиатру обращались и так далее, что, какое решение я вижу для этой семьи, ну, если они принимают решение не отказываться, а эта семья приняла решение не отказываться с ангрией, то обеспечить какую-то максимальную безопасность, договориться с ним, что он носит GPS-часы, предупредить всех органов опеки, ИДН, и договориться с ними о том, что они будут каждый раз наездок на родителей, потому что, ну, если, чтобы он не убегал, это только закрытие его учреждения, да, в основном, это, ну, обычный, как бы, вполне адекватный ребенок, ну, такая патовая ситуация, да, и вот здесь я вижу, что нужно очень тесное сотрудничество будет между, между ведомственной, между органами полиции, между органами опеки, получается, там внутренний, весь, как это, департамент внутренних дел, департамент образования, постерные семьи, там врачи и так далее, то есть, вот постерные семьи, они, собственно, нас приводят к тому, что быть приемным родителем в профессии, только в Литване. Интересный был недавно такой кейс, приехала женщина ко мне и говорит, вы знаете, я так хорошо воспитала свою дочь, все вот прекрасно, она у меня такая классная, я решила, я хочу свой собственный семейный детский дом, я говорю, так сразу, да, вот, значит, я говорю, не делать, да вы что будете, ну вот, семейный детский, ну как, ну, они же там в учреждениях, им семья нужна, значит, и вот мы организуем все условия и так далее, я говорю, какие трудности вы предполагаете, вы понимаете, что первое время они будут вас так проверять, так сильно проверять, что вы со всеми своими благими намерениями можете просто, ну, очень быстро сдаться, и я вижу в ее глазах абсолютное непонимание, потому что она внутри себя уверена, что она, у нее есть средства, у нее открытое сердце, она абсолютно добрая, она там все, значит, хочет, но ей кажется, что эти дети, они будут, правда, сразу по условиям, какие-то, в которых им будет хорошо, они сумеют раз и поменяться, а теперь, что говорят приемные дети, мы обсуждали эту идею, я говорю, ну, вот такая пришла, подруг своим детям рассказываю, и мне мои пацаны выдали совершенно удивительную такую мысль, ты знаешь, когда попадаешь из ситуации опасности, в ситуацию, где все прекрасно, хорошо, то вдруг поверить, что все хорошо не получается, то есть, чем лучше, тем хуже называется такой синдром, когда дети начинают чем лучше у них условия, тем они стараются все разрушить, они стараются уничтожить все хорошее, они стараются проверить, и как бы они вот растут в своих приемных родителей, ударяются об них и говорят, а вот такого ты меня любить будешь, а если я еще вот это сделаю, а ты точно выдержишь все, и всю свою боль, которая была, всю травму, они переносят на профессиональные приемные семьи, это, конечно, будут, наверное, суперлюди, и как бы по планам я смотрю, что нужно где-то 300-500 семей, я в Алмате знаю буквально 3-4, которые способны это выдержать, потому что будут очень трудные дети приходить, и я понимаю, какая-то мощная нужна поддержка. А теперь у меня вопрос будет к вам, поскольку осталось 5 минут, и вот просто можно будет прям включать микрофон и говорить. Со стороны школы скажите, пожалуйста, вот сейчас вы узнали о том, как по-настоящему живут приемные семьи, какие у нас сложности, у меня тоже есть своя школа, мы основатели инклюзивной школы, у нас учатся 70% детей нейротипичных, и 30% детей с особенностями, в том числе и ребят приемных. А скажите, пожалуйста, а что нужно поменять, и что, может быть, вы можете поменять в своем отношении как педагога, если вы будете знать, что в вашей школе вот сейчас, прямо сейчас обучается ребенок, проходящий адаптацию в приемной семье или находящийся временно в постерам. Чем может помочь педагог? Сейчас правильных неправильных ответов нет, интересны ваши мысли на любом языке, я не очень хорошо говорю на казахском, но понимаю все хорошо. Подключайте микрофон. Замзагуль, серьезным лицом вы смотрите так, давайте, скажите, пожалуйста, Аджибер, Салтанат, Салимат Маратовна, вот, Астана, 59-е, отключайтесь, говорите вашу мысль. Ну, раз Салтанат вы назвали, во-первых, еще раз хочу вас поприветствовать. Конечно, адаптация детей, если появляется у нас это операция необходима своему родителю, хотя к этому времени обучение, да, практическое занятие каких-то вот, ну, может быть, уже из своего опыта работы с трудными детьми, может, где-то поделиться, может быть, какие-то примеры подсказать, что, давайте, и в школе тоже, чтобы не переживал родители, что были, ну, как, какие-то сложности, чтобы он не оставался в одиночку с решением предложить именно сотрудничество. со стороны нас всех, хотя вы правильно говорите, не все люди понимают то, что люди вот так вот, ну, на воспитании детей, что мог, но именно общественность коллектива школы должна вот уважение проявить, вот, всю поддержку, симпатию к такому родителю, ну, вот такое вот, но у нас таких ситуаций не было, но в сельской местности у нас в основном опекотство берут родственники, и там, ну, как бы, любовь, внимание, как бы, и, ну, мы им все возможные социально-психологическая служба, все возможные такие, такую поддержку мы им указываем, ну, вот так вот. Спасибо вам за то, что вы такой человек и делаете такую работу. Ну, все. Спасибо вам большое. Да, правильно, абсолютно. То есть, три тезиса назвали, да, первый момент это понимание, второй момент это сотрудничество, и чтобы родителям не было страшно, не было страшно прийти в школу, потому что родители, поверьте, знают, да, все то же самое, что вы ему хотите сказать, что он трудный, что у него такой бэкграунд, что он может что-то не понимать, что у него какая-то, может быть, педагогическая, ну, нехорошее слово, там, педагогическая запущенность, да, ну, просто вследствие специальных каких-то моментов, то есть, он не дурак, заметьте, что очень многие дети с детского дома часто говорят, ой, там, я дурак, я не пойму, да, вот, и непрофессиональные преподаватели, они машут рукой, да, ну, не хочет и не надо, на самом деле он хочет, но боится, потому что снова случится такая ситуация, когда я ничего не смогу, спасибо вам большое за ответ, у кого еще есть, может быть, ситуации, когда вам нужно было помогать, или есть мысли, как поменять и какую сторону поменять поведение преподавателя, да, как еще можно помочь. Вот плюсики ставили, что у вас был такой опыт, какие у вас были ситуации, я все время, когда с педагогами общаюсь на конференциях, смотрели, это интересно, вот вы, когда учеников спрашиваете, все ученики сидят и молчат, у вас какое ощущение? Ничего они не поняли, ничего они не знают, к уроку не готовы, это примерно так, но у меня нет, такого ощущения, что они тебя не поняли, к уроку не готовы. Но я просто хочу вам как бы вернуть эту ситуацию, да, что и у вас так бывает, и чтобы вы когда вот требовали от учеников, вы вот это свое состояние, когда вы сейчас сидите, кто-то с выключили, кто-то с ключной камерой на меня смотрит, и думает, почему она привязалась вообще сейчас с этим вопросом, чтобы вы понимали, что ровно то же самое думают ваши ученики. Ну, то есть, это рефлексирование. Еще немножко моментов по-другому, профессиональные приемные семьи, тут вот один такой вопрос, есть то, что нам, в школе приемных родителей, прям как тезис, очень часто вталкивают, когда взрослые, близкие взрослые, кто угодно, какой угодно взрослый, плохо относится, плохо обращается к ребенку, ребенок не начинает, это про родителей, больше, когда родитель плохо обращается с ребенком, ребенок не перестает любить этого родителя, ребенок перестает любить себя. и это большая ошибка говорить а вот твоя мама пила до и теперь такой хорошей семьи это самое страшное что можно сказать потому что психологически любой приемный ребенок соотносит себя все равно со своими корнями чтобы не случилось может говорить этот парень который попал к нам приемную семью сейчас живет вот как раз у моих друзей у него родители живы они сильно пьют они живут под алматой раз в месяц и он как будто бы надеется что они выйдут трезвые и что они будут и скажет ему на тебя ждать и он четко понимал он все время мне говорит я их ненавижу они не нужны когда все такое но все равно ежемесячно то есть это важно ребенок не перестает их любить ребенок перестает любить себя и вот момент когда мы знаем и ребенок знает что он приемный и дипломатичности чтобы не сказать а это гены в тебе играют а у тебя родители алкоголики или какие-то моменты потому что в этих родителей даже если они самые ужасные я говорю у меня отношение хоть он и умер биологическом отцу моего ребенка который вместе за у меня ужасно как это если бы он был жив я бы там его у нас тоже но я никогда об этом не скажу своему приемному сыну потому что он пытается вспоминать те моменты он меня на руках подкидывал а он мне говорил ты мой сын и мне больно за то что не случилось и вот здесь как бы и профессиональные приемные семьи вот они только в сотрудничестве со всеми остальными участниками социума педагогами медицинскими работниками сотрудниками орган попеки только если будет какая-то комплексная такая стратегия будет реабилитировать большинство не все сразу скажу не все но большинство детей которые по каким-то обстоятельствам оказались на данный момент еще одна проблема которая возникает я не знаю в регионах у нас в мате прям большая проблема пошла всегда была такая стратегия государства поддерживать многодетные да когда рожали пособие там с четвертого ребенка 5 что у нас пошла такая история что стали отказываться от многодетных от детей многодетные мамы уже не выдерживают папа ушел или папа бьет на языке приемных семей называется паровозик когда братья сестры у детей больше трех шансов быть устроенными в семью практически нет если вы зададите вопрос большинству своих друзей если бы ты чисто теоретически хотел взять ребенка то ты кого бы взял большинство из них скажут ну два три года как это девочку да или чтобы был здоровый мальчик абсолютно здоровый миленький красивенький паровозик это когда два пять десять пятнадцать там значит еще и каждый со своим характером друг с другом дерутся вот я когда младше своего увидела он был такой страшненький страшный сейчас модель девочки заглядывать и получается что профессиональные приемные семьи станут спасение в том числе и таких паровозик потому что все таки как правило приумные семьи которые на усыновлении они хотят счастья для себя если если задать вопрос почему вы хотите стать приемными родителями большинство на собеседованиях в шпр говорят ну чтобы у меня семья была чтобы не было кому старости с такими подправить там значит и так далее да и редко кто отвечает на вопрос потому что могу потому что у меня настолько в избытке чувств любви ресурсов да что я могу когда вот уже завершая уже четыре минуты да да уже когда мы брали детей у меня первых приемных я в разводе у меня вот сын и дочь 11 и и сын подходит а у нас в проекте как раз пришла приемная семья одна и мы с ними общались дружили мы с гостей приходим и сын говорит мам слушай ну мы что-то такая клевая семья ты у нас такая классная мама давай возьмем кого-нибудь еще то есть вообще были эти мысли и как-то дети они вот отозвались да то есть мы брали не из дефицита а мы брали из желания кому-то помочь мы конечно потом первые полгода это вклад там мы все прошли и воровство не воровство и дрались не дрались и значит все но первоначальное вот это с чем я захожу туда оно все таки было близко к профессиональной приемной семье потому что можем потому что можем помочь потому что есть чем помогать из ресурсов не из дефицита и я думаю что профессиональные приемные семьи это вот как раз должны быть те семьи у которых есть вот этот профицит есть ресурс и получается что для того чтобы у нас был в принципе надо лучше благосостояние это казахстан такая интересный такой да вывод по большому счету нам нужно чтобы было больше счастливых людей которые захотят поделиться своим счастьем и оставшиеся трудно сюда спасибо спасибо вам большое за такое живое общение за то что поделили своим опытом уважаемые участники у вас есть вопросы у нас три минуты осталось уважаемые участники в чате вебинара есть ссылка где вы можете оставить свои данные и зарегистрироваться и как мы все знаем если участник посетил весь ряд вебинаров то он получит сертификат не забудьте большое спасибо у нас кажется нет вопросов спасибо вам если нет вопросов то мы заканчиваем наш вебинар спасибо вам всем за участие до новых встреч до свидания спасибо 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 Спасибо.